Наверное, вам, как и мне, приходилось не раз в весеннее время прогуливаться по лесу, наслаждаться лесным воздухом и слушать прекрасную музыку природы. Но вдруг я слышу пронзительные неистовые крики лесных птах. Любопытство заставляет меня остановиться и узнать, в чем дело, что случилось. В ветвях дерева гнездо, из которого торчали открытые ротики только что вылупившихся птенцов. Они кричали, ожидая мать, которая носила обед, поочередно каждому, то червячка, то букашку, и крик птенцов усиливался, когда они видели приближающуюся мамашу. Мне кажется, что у псалмопевца Асафа представлена подобная картина, когда он написал эти слова в 80-м псалме «Открой уста твои, и я наполню их». Библия очень часто передает свои истины прообразно, беря примеры из природы. Сколько сказано в этом примере для каждого из нас? В другом псалме автор сравнивает Бога с птицей и говорит «Перьями своими Бог осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». И вот Бог в этом псалме, сравнивая себя с птицей, обращается к нам, как к своим птенцам, и говорит «Открой широко уста твои, и я наполню их». Так написано в поднике «Открой широко». Птица-мать, стараясь добыть пищу, дает ее своим птенцам по очереди. Она ограничена и потому должна сильно трудиться в добывании пищи. Но наш Бог таких ограничений не знает. «Каждому, который откроет свои уста, он наполняет, сколько бы их не было и как бы не была велика нужда. Нам нужно только открыть и при том широко, а он дает гарантию, что наполнит». Как апостол Павел пишет «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Как же нам практически понять эти слова «Открой широко уста твои, и я наполню их». Возьмем пример из жизни птиц. Что заставляет этих птенцов широко открывать ротики и кричать? Нужда. Ощущение голода. И вдобавок их крик и писк говорит матери, что нужда крайняя. Дай нам кушать, мы не можем терпеть голод. Это говорит нам об усиленной молитве. Молитве, которая доходит до слуха Бога. И он на такую молитву обещает ответить. Бог нам велит открыть уста наши и при том широко. А затем он обещает, что наполнит их. Но для того, чтобы открыть свои уста, необходимо признать и ощутить нужду. Молитва, которая не основана на нужде, не молитва, а пустословие. Человек молится. Я говорю о настоящей молитве, потому что нужда его заставляет. Иначе молитва невозможна. Желание молиться появляется в чувстве нужды. На такую молитву Бог обещал ответить. Поэтому, уважаемый радиослушатель, если ты не ощущаешь никакой нужды, тогда и не мудрено, что нет и желания молиться. Не может быть, чтобы у тебя не было нужды. Первая и самая крайняя нужда каждого человека, без исключения, это спасение своей бессмертной души. Чувствуешь ли ты ее или нет? Она есть. Опасность не определяется нашими чувствами или нашим незнанием о ней. Представим себе такую картину. Человек сидит спокойно в своем удобном кресле и читает книгу. Но не знает, что через пару минут нарушится его мир и покой. Его дом весь вечер стерегли воры. Сейчас они войдут, его ограбят, его жизнь вдруг повиснет на волоске. Один шаг, и мы в вечности. Если Христос не является твоим спасителем, то вечная участь твоя в аду. Поэтому проси, чтобы Господь тебе показал твою нужду. И тогда молись, как ты раньше никогда не молился. Открой уста твои широко, и Господь наполнит их. Тогда ты поймешь, что переживал псалмопевец, когда он взывал и говорил Богу, «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Проси Господа, чтобы он дал тебе такую жажду о нем, и чтобы он стал твоим спасителем и Господом. Тот, кто вяло и бесстрастно молится, тот фактически просит себе отказ. Бог не может ответить на такую молитву. Заметьте, что Христос начинает свое земное служение, говоря, «Блаженные, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». В последней книге Библии, книге Откровения, Христос обращается к Лаудликийской церкви, которая говорила, что она богата и ни в чем не имеет нужды. А в действительности в глазах Бога она была бедна, несчастна, жалка и нища, слепа и нога. И самое страшное – это то, что Господь должен был ей сказать, что она была тепла, то есть не холодна и не горяча. И потому Господь должен извергнуть ее из уст Его. «Проси, проси настойчиво, взывай к Богу от всего сердца, открой широко уста твои, говорит Господь тебе, и Он наполнит их. Молись, как та женщина-хананейнка, которой Христос не мог отказать в ее просьбе. Огромная нужда привела ее ко Христу. Дочь ее жестоко обесновалась, и никто не мог ей помочь. И вот она услышала, что Христос в ее краях. Она побежала прямо к Иисусу навстречу, и, припавши к ногам, начала кричать со слезами, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко обеснуется!» И, как ни странно, Христос не отвечает ей ни слова. Вдобавок к этому ученики просили Иисуса, чтобы Он отпустил ее, так как она кричит и надоедает им. Она же не уменьшает свой вопль, но усиливает его. И тут Христос говорит, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А женщина, она была язычницей, но продолжает. И кланяясь, просит, «Господи, помоги мне, хотя и язычница, но у меня великая нужда». И теперь ей грозит самый сильный удар. Господь испытывает ее веру. Христос отвечает ей, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Что делает Христос? Он испытывает ее, насколько она действительно искренно и настойчива. Когда Господь назвал ее псом, то как вы думаете, эта женщина обиделась? Нисколько. Она говорит, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Когда Иисус услышал это, то сказал ей, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему». И истелилась дочь ее в тотчас. В чем заключалось величие ее веры? В том, что одной крошечки было достаточно для нее, поскольку эта крошечка с Божьего стола. Да, она открыла широко свои уста, и Господь дополнил их. И истелилась дочь ее в тотчас. «Милый друг, у тебя тоже нужда, большая нужда. Открой широко свои уста, и Господь их наполнит. Не бойся просить много, ибо Бог любит, когда мы много просим у Него. Он щедр, Он хочет исполнить тебя своими благами. «Призови меня, — говорит Господь, — в день скорби, в день нужды, в день отчаяния, и я избавлю тебя». «Мой друг, прими это слово, оно для тебя». «Мой друг, не в день responds». Продолжение следует...